В Уфимскую епархию прибыл ковчег с частицей мощей Святой Блаженной Матроны Московской. Приложиться к святыне, к которой уже выстроились огромные очереди, можно до 20 февраля. Подробности пребывания ковчежца в храмах Уфы в сюжете наших коллег из столицы Башкортостана. Рассказывает Анна Аксенова. В Уфимский кафедральный соборный храм Рождества Богородицы прибыл ковчег с частицей мощей Блаженной Матроны Московской. Святая Блаженная Матрона Московская – одна из почитаемых святых русской православной церкви. Мы знаем, что где покоятся ныне в Москве святые мощи, стечение людей именно такое же, оно круглый год идет. Люди идут, понимая, что студенты хотят закончить успешно свою сессию, в помощь о уме, о знании, просят валящее о здравии и исцелении. И все получают каждое свое прошение. Уже в 7 утра у входа в кафедральный соборный храм Рождества Богородицы выстроилась огромная очередь. Приехали люди не только из Уфы, но и из других городов республики России. Для того, чтобы поклониться святым мощам Матроны Московской, им приходилось ждать по 4-5 часов. Каждый просил о своем. Люди держали в руках иконы Блаженной Праведницы. Из поверия, что Матрона исцеляла людей, приехали мы из Мелиуза, часов в 5 выехали с утра, в 8 приехали. Мы просто стояли где-то около 4 часов. Уфим Карамеля Савелькаева пришла вместе со всей своей семьей. Святой Блаженной Матроне Московской молится уже давно и в радости, и в тяготах. Говорит, святая ей помогает. Чтобы все были здоровые и все были счастливые, чтобы дети родили счастливого, здорового ребенка. Поэтому я сюда пошла. Смогут верующие поклониться мощам святой в столице Башкортостана и в последующие дни. В кафедральном соборном храме Рождества Богородицы они пробудут до 7 февраля. Затем их перевезут в Богородско-Уфимский храм столицы, где они будут пребывать на протяжении трех дней.